здравствуйте сегодня я хочу поговорить на такую тему как вдохновение где художник ищет вдохновение на написание какой-то определенной картины я буду рассказывать только на своем примере вот у меня такое есть видео где я рисую картина называется под водой где я искала для этой картины вдохновение откуда пришла такая у меня композиция вид с воды и как бы такое ощущение что немножко вода раскрылась и я вижу уголок неба мне был задан вопрос что у меня вверху этой картины вверху картины это небо которую я вижу даже не из самой воды а как бы из части воды которая раскрылась почему такая картина мне пришла как бы ну такое вдохновение мне пришло написать картину и как вообще приходит ко мне вдохновение на написание определенной картины вот сейчас я вам покажу картинки это просто фотографии сейчас мы разбираем картину которая не была нарисована каким-то определенным автором чтобы я ее скопировала я эту картину рисовала просто вот по наитию да по своему вдохновению вот эти картинки которые меня вдохновляли на написание картины и здесь как раз будет и ответ вы поймете почему я такое нарисовала сверху в общем раскрытие воды и и мы как бы видим это небо и почему она такого цвета вот первая картинка когда я ищу что мне захочется нарисовать я открываю картины например сегодня хочу порисовать какой-то пейзаж или все что связано с водой я открываю разные картинки мне очень нравится когда морское дно вот сейчас перед вами картинка которая как бы служит изначально таким как бы ну в первое в композиции чтобы я хотела здесь видеть видите здесь у меня картинка делится на два поля то есть это будет верхняя часть воды среди на это будет то пространство в которое уйдет вдаль и покажет мне удаление воды и дно вы видите дно какое все такое такими полосочками изрисовано здесь в в написании этой картины я изучала как отражается на дне световые блики воды вот которые играют с поверхности воды и они отражаются на дне я как раз в этот период рисовала морские пейзажи но я рисовала в основном дельфинов на дельфинах должны быть вот эти блики отражения тогда картинка такая живая и она по дну и в этот период я как раз вот эти все картинки просматривала просматривала и я смотрела видео о морском дне как эти все отражаются в движении на рыбках на дельфинах на этих людях которые плавают под водой мне как бы это вот этот простор в голове вот я все крутила крутила эти морские внутренние пейзажи очень интересно после этого я значит смотрите вот еще одна картинка тоже очень красивая видите какое одно здесь другое здесь поменьше помельче вода кажется уже здесь рыбка и у рыбки вы видите на дне отражение тенек рыбки и тут же у ней на самой рыбки отражаются вот эти блики видите и все это я отражала в своей картине теперь вот смотрите я значит вверх вверх рисовать когда начала то мне попадаются такие картинки видите я вижу через воду как она вот таким круговым таким движением открывается и видно здесь солнце конечно тут цвет вы скажете другой но ведь цвет воды вы можете отсюда взять вот смотрите этот цвет воды такой же точно как у меня и вот если вы будете примерно с каждой картинки например брать какие-то композиционные моменты красоты вот этой которая здесь изображена посмотрите какие красивые верх воды вверх самой глади воды посмотрите как красиво играет лучи видите я здесь и изучала как лучи солнышко проходят через свет в общем свет сам проходит через морскую гладь видите как красиво и вы постепенно вот создаете так такие для себя там я взяла одно здесь я взяла другое вот смотрите смотрите вот на этой например картинке вы видите вообще полностью как раскрылась вода видите точно так же как у меня правильно если вот так вот рассмотреть пусть немножко у меня утрировано но я же имею свой художественный какой-то свою даже еще не манеру написание но уже какой-то навык вы приобретаете вы видите как вода играет такими лодочками как нарисовать эти лодочки как она отражается эти лодочки отражаются на дне потом вы смотрите как пузыри уходят в общем если будете рисовать рыбок вы же будете пузырики там рисовать от рыбок они же дышат вы будете смотреть как вот выглядит сам пузырик который вы хотите изобразить на картине вот какая красота видите вот как за ворот идет вот этого действия водяного посмотрите какая здесь красота в этом в лучах это ж вообще кусочек такой но вы возьмете с него пусть один лучик ну вот такое выучите или например вот этой вот рыбки посмотрите какая стайка рыбок но это наверное нарисовано художником ну что мы можем отсюда его взять и поток света и такие переходы более темного света и более светлого эти вот везде пузырики воды пузырика вернее не воды а воздуха смотрите какая красота видите что вдохновляет я хочу такой нарисовать я сейчас хочу уже это все нарисовать понимаете этих вот рыбок прекрасных смотрите какая шикарная стайка рыбок а вот а вот вот такая стайка рыбок смотрите на примере этой стайки вы можете увидеть как на дне отражаются их не тени видите все вы создаете себе композицию с одного вы возьмете простор с других вы возьмете вид сверху воды раскрытие этой воды вы возьмете ну вот этаж пэнтези вы фантазируйте вот она муза посмотрите этаж красота какая такое нарисовать рыбки такие красивые смотрите какая вода я вот уже эту картинку ставила но я прям на нее смотрю она для меня очень красивая вот по цветовому решению посмотрите здесь переход идет с левой стороны смотрите ультрамарин переходит в бирюзовую видите красота а здесь светлый ультрамарин идет на синюю фц с таким даже серым отливом теперь про небо 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 не обязательно делать там например ультрамарин мне хотелось в небо поместить какие-то тучи я их брала тоже фантазировала но посмотрите какое небо отражается в воде если все это вместе соединить всплеск яркий небо на таком закате и такая тишь и гладь внутри воды и волны нарисованные обрисованы белой пенкой это же вот красота смотрите какая красота как такой не захотите нарисовать правда пусть у нас получится по-другому пусть отражения будут другие пусть там будет более какое-то такое может быть не очень но мы возьмем отсюда цвет пусть не детали такие совсем красивые а цветовое какое-то решение посмотрите какой цвет это же вообще уму нерастяжима красота вот и получается картина вот вот она вдохновение вот она почему сверху у меня там и красная бордовая потом она там бирюзовая и голубое и белая ну так так вот составлялась эта картина вот хоть час вот садись и пиши смотрите какая красота представляете пусть здесь минимальная минимум будет минимум картинки минимум тут изображение а если здесь подойти к вырисованности вот этого цвета пусть это будет картина прямо абстракция но она будет не абстракция но она возьмет светом своим видите вот вот это такие вот они и есть эти вдохновительные мероприятия поэтому я смотрю в интернете картинки смотрю смотрю и смотрю картины других авторов сначала я захочу например нарисовать море или там какие-то происшествия в вашей жизни случается вы захотели куда-то поехать а нет возможности вы это все изображаете на своих картинах или там захотелось порисовать цветы или вы шли увидели где-то какую-то красоту деревья пейзажи сейчас все в снегу хочется снег рисовать или там дождик например сейчас у нас дождик крапает я рисую картины связанные с дождем вот откуда музы приходит музы приходит из жизни и вы составляете вы можете такую картину составить она будет с разных картинок состоять вы даже не поймете сами с чего вы составили с чего это пришло к вам но оно пришло такое вот пусть даже если одна это проскочила картиной и она у вас не как бы у каждого своя манера написания автора сразу узнают по его картинам однотипным ну так вот если даже у вас нету такого однотипности написания значит будем разнообразно писать тоже интересно как как можно зациклиться на написание одной картины если я хочу все я хочу и цветы порисовать и пейзажи порисовать и море порисовать мы себе разрешаем на можно все это же красота какая я вот сейчас сижу любуюсь прямо вот этот розовый это оранжевый здесь и у это что-то с чем-то бирюзовый так что будем рисовать до свидания до скорых встреч